В селе Тонкий Рыс на три тысячи человек, ни одного врача. В местном фельдшерско-амбулаторном пункте лишь уборщица да медсестра. В случае чего измерят давление, рост и вес. На этом, пожалуй, всё. Я уже почти 10 лет состою на учёте с давлением, но дневного стационара хороших специалистов в нашем селе нет, поэтому приходится ехать в центр. Уже много лет туда вынуждены ездить, а это трудно. На стандартные посещения терапевта, по словам сельчан, уходит полдня. Ближайшая больница в райцентре. Пять лет назад местные власти пообещали возвести в селе врачебную амбулаторию и расширить медицинский штат. Даже выделили земельный участок. Вот он. Но амбулатория так и не появилась. Раньше земли не было. Позже мы нашли 40 соток. Там можно построить полноценный медицинский центр. А теперь нам говорят, что денег на строительство нет. Теперь жители снова обивают пороги сельского кемата. Просят открыть и для них амбулаторию. Но им опять предлагают подождать. На сегодняшний день решение принято о строительстве. Подготовлены документы для архитектурно-планировочного задания. Ждём финансирования из области. Оказалось, что жители села Тункирыс не единственные, кто ждёт квалифицированную медпомощь. В 14 селах Туркестанской области нет медобъектов. В основном это населённые пункты в Казгурском и Сарагашском районах. По плану будет построено 14 медицинских учреждений. В том числе 4 поликлиники, 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 медпункта. Уже выделены земельные участки под строительство. Специалисты пояснили, все эти медицинские объекты начнут строить в этом году. А вот задавать их будут постепенно. Есть переходящие на следующий год. Параллельно обещают решать и кадровый вопрос.